В выходные в областном центре прошел третий этап Кубка России по Кануполу. В Иваново приехали 17 команд из Москвы, Зеленограда, Ярославля, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Игры проходили в трех дивизионах. Наша команда играет в третьем дивизионе, там у нас пять команд. Основной наш соперник, команда «Легион» в этот раз не смогла приехать, поэтому мы у себя в дивизионе фавориты. В те годы была подготовка, сейчас команда сформировалась. Сейчас готовим женскую команду по Кануполу. В Иванове Кануполу существует не так давно, но уже есть серьезные успехи. В этом году игроки приняли участие в двух этапах Кубка России в Питере и в Новгороде. По итогам соревнований команда завоевала бронзу в своей группе. Кануполу – смесь волейбола, водного пола и гребли. Спортсмены, управляя легкими и маневренными каяками, должны забросить мяч в ворота, висящий высоко над поверхностью воды. Организаторы рассказывают, чтобы преуспеть в этом виде, главное быть упорным и не бояться воды. Остальному можно научиться. Играют только летом, может быть, начало осени. То есть в прошлом году, в сентябре, в начале сентября было так. Но уже вода холодная, поэтому проблематично. В этом году все этапы проводят летом. Комфортно, когда облачно, то есть когда солнце не светит. Единственная проблема. Ну или ближе к вечеру, тоже нормально. А вот утром, в самый разгар, достаточно проблематично играть. Три остальных сезона года игроки проводят в спортивных и тренажерных залах, в бассейнах. Игра требует полной отдачи и сноровки. Маневры на воде должны быть отработаны до мелочей. Самым маленьким участникам команд всего 12 лет. Каждый четко знает свою роль в игре. Закрывать соперников, чтобы они не походили к воротам. Передавать мяч нападающим. Интересно мяч поиграть, поплавать, попереворачиваться. Кунуполы – агрессивный спорт. Игроки должны быть в безопасности. Защитный жилет выполняет также спасательную функцию. Хотя все кунуполисты – прекрасные пловцы. Каска с забралом защищает от мяча и весла лицо игрока. Юбка не позволяет воде попасть в каяк. Еще есть весло и мяч. Светлана – капитан кунупольной команды «Флэш». Женщина рассказывает, этот спорт поддается только тем, кто умеет слушать других членов команды и работать слаженно. Игроки должны понимать друг друга. Не обязательно должны быть звезды в команде, которые очень хорошо играют. Прежде всего, это сплоченный коллектив, который понимает друг друга, понимает, что может твой партнер сделать, чего он не может сделать. Это поддержка, взаимовыручка на поле. Потому что контактный вид спорта. Игрока с мячом всегда атакуют, он под прессом находится. Поэтому для того, чтобы удобно было игроку отдать пас, игроки должны его партнеру выходить, открываться. В нашем регионе спорт год от года набирает обороты. В настоящий момент Канумпол занимаются 64 человека. Среди них 14 детей и 11 людей с ограниченными возможностями здоровья.